Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать пустые баночки за май и часть июня. По моим видео складывается впечатление, что я только и делаю, что что-то покупаю, но на самом деле мы всем пользуемся и у нас тоже часто что-нибудь заканчивается. Но покажу я вам не все баночки, у нас особо пустые баночки хранить негде, поэтому если что-то заканчивается, упаковка идет сразу же в мусор и кладется новое средство. Там, к примеру, закончилась у детей зубная паста, упаковка выкидывается, кладется новая и так в остальном. Я в основном только храню для видео декоративную косметику, которая у меня заканчивается, потому что она не занимает много места и храниться у меня никому не мешает. Ну и также попадают в видео те средства, которые закончились совсем недавно, перед тем, как я начала снимать видео и еще не были выкинуты. Ну давайте покажу. В основном здесь, конечно же, средства, которыми я пользовалась. Закончился у меня шампунь от L'Eppetit Merseille с гранатом. Блеск и объем. Что я хочу сказать? Приятный аромат, не очень большой расход, хорошо пенился, промывал волосы, но какого-то особого эффекта я не заметила. Ни блеска, ни объема. У меня волосы были такими же, как и от других шампуней. Возможно, еще буду покупать с какими-то другими ароматами, но, как я уже сказала, никакого вау-супер-эффекта я не заметила. Просто как шампунь. У детей закончился очередной шампунь. Это у нас был шампунь «Мое солнышко», без слез, сочный мандарин. Неплохой шампунь, приятный аромат, хорошо промывал волосы, небольшой расход был, волосы особо не путались. И, возможно, еще повторим. Закончилась у меня мицеллярная вода от Невея. Это у нас была вода для всех типов кожи. И, наверное, больше такую покупать не буду. Неплохая вода, но есть у меня вода, которая мне нравится больше. То есть, например, вот этой водой я не все сводчи с руки могла с первого раза оттереть. Те сводчи, которые, к примеру, вода от Гарниер оттирала сразу. Поэтому больше покупать не планирую. Закончился у меня очередной лосьон от чистой линии. Это у нас был лосьон глубокое действие против черных точек. Глубоко очищает кожу, сужает поры. Что я хочу сказать. Тоже, скорее всего, покупать больше не буду, потому что есть подобные лосьоны от чистой линии, которые мне больше понравились. Очищал лосьон неплохо кожу, но не заметила я, чтобы он сужал поры или как-то черных точек меньше становилось. Закончился вот такой, думаю, всем известный мягкий скраб от чистой линии. Это у нас скраб с малиной брусникой. Хороший скраб, но я больше не планирую покупать, потому что у меня чувствительная кожа. И я читала, что для такой чувствительной кожи скрабы именно для лица как бы не рекомендуется. Поэтому я сейчас все-таки стараюсь для лица скрабы не использовать. А так, в целом, скраб был хороший. Закончился у меня еще дезодорант от Гарнье. Неплохой дезодорант, но у меня особых проблем нет с потоотделением, поэтому мне обычно все дезодоранты подходят. Единственное, я не люблю дезодоранты в спреях почему-то. Здесь был шариковый дезодорант. У дочки закончилась вот такая душистая вода. Холокити, малина. Очень-очень приятный аромат. Вода эта у дочки давно. По-моему, покупала я в Литуале еще. Дочка и не часто ей пользовалась. Но вот все-таки доиспользовала. Даже сейчас вот от флакона очень приятный аромат. И также у дочки закончился бальзам для губ. Вернее, это гигиеническая помада. Я извиняюсь. Холокити, по-моему, я тоже покупала в Литуале. Давно уже. Дочка не часто пользовалась. Ну, вот все-таки в итоге доиспользовала. Он давал такой блеск просто на губах. Видите, как вот блеск и приятный аромат у него был. Хотя вот так он выглядит, как будто оттенок какой-то дает. Дальше закончились у меня два вот таких крема для рук. Первый у нас идет от Эвеля. Неплохой крем. Ну, знаете, почему-то не возникло желания пока купить еще раз. А вот второй крем Белоручка наоборот понравился. Мне очень нравится у этого крема аромат. Он быстро впитывается. И мне показалось, что действительно кожа становится более нежной. Даже как увлажнение идет. Это у нас крем для рук смягчающий. У меня здесь его вот буквально, может, на один раз осталось. Там что-то вот здесь немножко на стенках. И буду еще покупать крема. Я знаю, они тут разные бывают. Буду разные покупать. Крем действительно понравился. И стоят эти крема недорого. Так, кто не видел. Сзади выглядит. Дальше. Закончился у меня тональный крем от L'Etoile. По-моему, сейчас таких уже нет. Был он в номере 221. Неплохой крем. Мне нравилось им пользоваться. Но даже если бы сейчас такие крема еще были, думаю, больше бы не купила. Потому что, во-первых, люблю пробовать что-то новое. А, во-вторых, была в L'Etoile, когда последний раз. Мне показалось, что очень уж на продукцию L'Etoile стала цена завышенной. Дальше. Я смотрю, у меня просто батарея садится. Закончился у меня бальзам. Покупала в Болгарии. Очень был приятный аромат розы. Губы защищал. И рада, что я его доиспользовала. Потому что вот к бальзамам в баночках у меня не так часто рука тянется. Также закончилась у меня помада от Essence. По-моему, это была лимитированная серия. Тоже давно она у меня в использовании. До конца я ее не стала выковыривать. У нее был такой, знаете, как специфический аромат. Не неприятный. Но вот чем-то напоминал старые помады. И на губах у меня она полосила. То есть более-менее хорошо удавалось ее нанести на бесцветный бальзам. И обычно я еще сверху блеск наносила. Поэтому даже если бы такие помады сейчас продавались, я бы не стала покупать. Но оттенок был действительно красивый. Также закончился вот такой блеск от Essence. У меня тут сломалась крышечка. Я просто, бывает, мою и потом использую аппликаторы для того, чтобы нанести какие-то бальзамы из баночек. И вот стала открывать. И здесь как-то раз и кусок отвалился. Так, был вот в таком номере. Но, по-моему, сейчас уже нет таких блесков. Красивый блеск был. Единственное, он вот здесь как вот пачкал упаковку. Тоже он у меня давно в использовании. И, наконец, я его доиспользовала. Я делала в том, что как бы пользуюсь всей косметикой постепенно. То одной, то другой. И сначала они у меня как бы долго не заканчиваются. А потом так получается, что начинают как бы средства одно за другим заканчиваться. Потому что все равно постепенно каждое средство используется, используется, используется. И наступает момент, когда разом много средств как бы переходят в добивашки. И уже потом заканчивается. Закончился у меня вот такой. Это у нас, по-моему, помада Бальзам от Катрис. Номер, к сожалению, я вам не скажу. И я не уверена, что такие есть. Вот здесь информация вся стерлась. Очень приятный до сих пор аромат. Тоже у меня давно в использовании. Но в последнее время такая тающая текстура стала. Уже не очень хорошо на губы ложился. Ну и, конечно, оттенок не самый мой любимый, скажем так. Выковыривать мне тут ничего не хочется. Поэтому просто уходит в помойку. И также помада Бальзам закончилась от Стеллари. Была в номере 04. Сразу она у меня была неудачная. Ломалась. Вся какая-то была растаявшая. Наносилась таким жирненьким слоем. Я и кисточкой, и аппликатором пробовала наносить. В итоге вот их как бы добила я ее. Но больше не возникает желания еще такую купить. Хотя оттенок был красивый и был приятный аромат. И выкидываю я вот такой блеск. Это у нас или Бальзам для губ от Essence. Срок годности до 2018 года. Тут была наклеечка. Я специально посмотрела, когда заметила, что он испортился. Дело в том, что его тут осталось немножко. В основном на стенках. Но появился какой-то очень неприятный химический аромат. Так оттенок очень красивый. Единственное, что он стал еще как-то расслаиваться немножко. Сейчас если удастся выдавить. Видите, сначала какая-то водичка выходит. Тут его малый. Потом раз, вот так плюется Бальзам. И вот такие ошметки выходят. Конечно, их можно распределить как-то, убрать лишнее. Но дело в том, что, как я уже сказала, испортился аромат. Поэтому я его выкидываю. На самом деле его там чуть-чуть осталось. Но больше покупать такой не планирую. Дальше покажу. Закончилась у меня бесцветная матирующая пудра Tessence. Вот там под конец вот эти бортики раскрошились. Вот немножко крошечка осталась. Хорошая пудра. Она действительно матировала кожу. Не давала никакой оттенок. Единственное, мне показалось, что уж очень быстрый расход. Вот как-то она быстро израсходовалась. Но она относительно недорогая. Особенно если покупать в день, когда скидки. Поэтому допускаю мысль, что возможно еще куплю. Дело в том, что у меня сейчас есть в запасе одна такая новая. Еще есть бесцветная пудра тоже от Tessence. Из лимитированной серии. Ко дню Святого Валентина. Ну, когда и те пудры закончатся, возможно куплю. Возможно куплю что-то другое попробовать. Но пудра была неплохая. Дальше покажу вам, что у меня тут еще. Тушь от L'Oreal Miss Mango. Переходит в пустые баночки. Ей еще можно накрасить ресницы. Но дело в том, что, во-первых, все чаще она на ресницах дает комочки. И плохо прокрашивает ресницы. Так выглядит дело в том, что она изначально, когда я ее только открыла, уже мне показалось, что она была немножко как суховатая. Ну, я ей считаю, что тоже неплохо долго попользовалась. И переходит она у меня, вернее уходит в мусорку, скажем так. Ну, не могу ее, наверное, посовею. Вроде хорошая тушь. Что мне нравилось, что у нее здесь щеточка вот так, видите? Вот, под любым углом как бы сгибалась. Ну, вот я говорю, то ли она у меня изначально уже была полузасухшая. Мне показалось, что как-то все-таки суховатая она была. Как-то быстро стала комочки на ресницах периодически оставлять. Поэтому не буду ни советовать, ни отговаривать. Просто, возможно, моя как-то неправильно хранилась. Срок годности здесь еще очень большой. Дальше. Выкидываю я вот такой тестер. Он мне, если кто видел, приходил в подарок за заказ Beauty Home. Я все долго... Ну, я поняла, что это что-то для глаз. Но все долго думала, что это такое. Потому что, к счастью, как я сейчас понимаю, на веки я не смогла нанести. И нашла в интернете. Оказывается, это кремовые тени. Было написано, что у этих теней нежная, мягкая текстура, как у мусса. Тени эти были, продавались в 2014 году. Ну, это я как увидела по отзывам. Ну, мои, видимо, уже испорчены или засохшие. Потому что, как я уже сказала, на веки они не наносятся. И когда я их стала пытаться пальцем нанести, вот видите, раз, ни о какой, как вы видите, нежной муссовой текстуре речи здесь не идет. Они вот так то ли засохли, то ли спрессовались. Вот так на палец, да, можно нанести. И вот эти блески просто у меня и как-то и не прилеплялись. Я просто пыталась кисточкой нанести на века. У меня как кусочек один прилепился, и то потом отвалился, и блески посыпались на лицо. Ну, тут видно, я думаю, да, что... Естественно, я такими пользоваться не буду. Единственное, я, может, баночку оставлю. Мало ли потом какие-то остатки крема сюда или бальзама вдруг надо будет переложить. Я, если какие-то баночки нужны, тщательно их мою и не выкидываю. Ну, вот этим, конечно, я пользоваться не буду. И также хочу рассказать историю про набор из трех блесков от Sleek Gloss Me, которые тоже, как вы помните, я заказывала на Beauty Home, и мне у них не понравился аромат, хотя он абсолютно не чувствуется, когда вы уже нанесли на губы, никакой реакции у меня не было. Но я написала письмо в Beauty Home, объяснила ситуацию, попросила разобраться, должен ли быть такой аромат или не должен. И через несколько дней в Beauty Home мне вот что ответили. Мы выписали блески со склада для проверки и выяснили, что вся партия пришла некондиционной. Приносим свои извинения, предлагаем вам возместить стоимость всего набора бонусами. И я согласилась, и мне действительно перечислили 599 бонусов. Именно столько стоили эти блески. Теперь, если я буду делать следующий заказ, то я могу частично расплатиться этими бонусами. То есть на эту сумму у меня будет скидка, скажем так. И, конечно, жалко мне их выкидывать, но, конечно, и пользоваться такими тоже небезопасно. Я сюда сейчас только один принесла, у меня их, как вы помните, три. Я, возможно, оставлю именно аппликаторы. Я часто от закончившихся блесков оставляю аппликаторы, мою тщательно и потом использую для того, чтобы на губы наносить какие-то блески или бальзамы из баночек. А когда уже аппликатор немножко затреплется, то, конечно же, потом выкидываю. Рада, что Бьюти Хоум мне ответил, что пошли мне навстречу, потому что я слышала такие случаи, что в других магазинах бывает и вообще, что не реагируют или не отвечают на письма. А тут мне возвратили потраченную сумму. И я довольна, что вот так. И что меня еще порадовало, я потом зашла на сайт и увидела, что с сайта, из раздела набора для визажистов и вообще из раздела с косметикой слик, эти наборы убрали. Видно, вот всю партию убрали, что никто больше не сможет купить такие блески. Вот именно эти наборы я имею в виду. И я надеюсь, что немногие успели их купить. Я, конечно, считаю, что да, прежде чем что-то продавать, надо проверять косметику. Но вы сами понимаете, что человеческий фактор, что невозможно прям всю продукцию проверить. Ну вот, просто хочу сказать, что тоже у меня эти блески уходят в мусор. Это были все пустые баночки, которые я нашла, которые у меня сохранились. Например, вот эти пробники все от туалетной воды, кремов, масок я тоже обычно не храню, сразу выкидываю. У меня практически сел аккумулятор. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши комментарии и до новых встреч, до новых видео.